Сегодня в Свято-Серафимовском соборе выставлена для поклонения икона святителя Луки Крымского с частицей его мощей. Репортаж Ивана Швецова. На многих иконах святитель Лука изображен с хирургическими инструментами в руках. Имея талант художника, он мог вести богемный образ жизни, пачкая руки лишь красками, а стал мужицким врачом, священником, жертвой политических репрессий. Он мог выставлять свои картины в лучших залах мира, но сознательно выбрал путь служения простым людям. Путь, полный страданий, крови, пота и гноя. Этот путь принес ему не богатство и почести, а аресты, каторги и ссылки, самая дальняя из которых была за 200 километров от Полярного круга. Но даже во время ссылок воина Ясенецкий не оставлял занятий наукой. Он разработал новый метод лечения гнойных ран и написал учебное пособие, которое актуально до сих пор. Про святого Луку я знаю, что я в медучилище училась по его книгам. Он как врач издал книги. Это святой, который помогает исцеляться. И помогает всем больным, раненым исцеляться. И много исцелений было его. Чтоб он мне помог. А то потом будет поздно. В 1923 году знаменитый хирург принял монашеский постриг и был возведен в сан епископа. Воина Ясенецкий добровольно и открыто избрал крестный путь страданий и подвига, о котором ни разу не пожалел. Его скитания по тюрьмам и ссылкам начались после первой же архиерейской службы в кафедральном соборе Ташкента. Однажды чекист спросил святого Луку, скажите, поп и профессор, Ясенецкий войно, как же это вы ночью молитесь, а днем людей режете? Я режу людей для их спасения. А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель, ответил святитель Лука. Он был в то время достаточно легендарной личностью, человек, которому была вручена Сталинская премия за достижения в области науки и медицины. И в то же время он был епископом. И несмотря на это, как бы на страшное в то время, которое проходили гонения, он был человеком, который является почитаемым уже тогда при жизни, как святой. Его молитвам было очень много явлено чудес, помощи, благодатной, молитвенной, душевной, телесной помощи. Отсидев 11 лет в сталинских лагерях, архиепископ-хирург был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, высшей церковной наградой, правом носить на клубуке алмазный крест и сталинской премии первой степени по медицине. В 1946 году, став архиепископом Симферопольским и Крымским, и получив эту высокую государственную награду, он почти всю премию перечислил в помощь детям, пострадавшим в войну. За свою жизнь святитель Лука написал множество духовных книг, одна из которых – «Беседы в дни Великого Поста» – скоро будет особенно актуальна. Книга «Толкование» на Евре Масилина, сейчас Великий пост начнется. Ещё продаётся, советую, ну, как брошюрка, ну, в форме брошюры. Очень подробно она объясняется со стороны святого, в чём суть, допустим, этой молитвы. Как бы сейчас живём в такое время, не каждый этим занимается. Так что, если у кого как бы есть желание, уже можно начать от святых, они популярно объясняют, в чём суть. Свидетеля Лукову не сломили ни многочисленные аресты, ни годы ссылок, ни 13-дневный допрос к конвейерам, когда ему не давали спать, ни клевета, ни изгнания. Идти по столь тернистому пути, по его признанию, помогало почти реальное ощущение, что его поддерживает и укрепляет сам Иисус Христос. Икона с частичкой мощей святого Луки Крымского будет выставлена в Свято-Серафимовском соборе для поклонения вплоть до 15 часов пятницы. После святыня отправится в Кирово-Чепецк, где будет постоянно храниться во Всесвятской церкви. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.